Дискография ансамбля Arsenal В Деказе Москворечия Алексеем Козловым, к тому времени уже известным российским, советским саксофонистом и джазменом. В мае 1974 года по приглашению Олавы Пихлемяги, руководителя молодежного клуба Таллиннского политехнического института, ансамбль Arsenal выезжает на свои первые загородные, скажем так, гастроли в славный город Таллинн, где ансамбль дает в здании Таллиннского политехнического института три концерта. Итак, на сегодняшний день первой официальной или неофициальной, как хотите, записью ансамбля Arsenal считается вот эта вот запись, выпущенная в 2016 году ограниченным тиражом, всего 100 копий. Это запись того самого концерта в Таллиннском политехническом институте, который ансамбль Arsenal отыграл и который был записан местным телерадиокомитетом. Однако существует еще одна пластинка, которая спорит вот с этим вот изданием, поскольку она тоже датирует записи ансамбля Arsenal 1974 года. Но, если мы прочитаем вот в воспоминаниях Алексея Козлова, он пишет о том, что первая запись состоялась летом 1974 года в доме гостелерадио ГДРЗ. И организовал эту запись тогда джазовый подвижник, можно сказать, апостол джаза Аркадий Петров, человек, который очень много сделал для джаза. И, по словам Козлова, он сделал две копии данной записи, одну из которых передал Козлову, вторую копию он принес в редакцию радио для того, чтобы это каким-то образом попало в эфир. К сожалению, к величайшему, та копия, которая была переведена в радиоэфир, размагничена за ненадобностью. Вторая пленка, судя по всему, легла в основу вот этой вот пластинки. Но, еще раз говорю, у меня довольно спорное к этому отношение, поскольку вот мы сравнивали эти записи с таллинскими записями, и большая часть вот из этой одиночной пластинки говорит о том, что здесь практически те же самые записи, которые были сделаны в Таллине. Хотя, может быть, ансамбль «Арсенал» и играл уже на тот момент так, что каждая композиция игралась в ноль, один в один. Таких экземпляров всего существует 20 штук. То есть, это был сделан тест-пресс, но тиража, вот здесь написано «тестовая пластинка», но тиража на самом деле не было. И поэтому для любого коллекционера это, конечно, была бы громадная услада и гордость его любой коллекции, связанной с джазом или с роком. Но, друзья, дерзайте, все в ваших руках. Теперь переходим к основной коллекции. И первая, конечно, это вот легендарный первый альбом ансамбля «Арсенал», записанный в 1977 году. Это стало в Риге Александром Гривасом. Я держу в руках действительно уникальный экземпляр, и вы сейчас поймете, почему он уникальный. Дело в том, что вот это считается самый настоящий первый пресс этого альбома, выпущенный буквально в канун Олимпиады 80-80 года. Этот альбом был выпущен в конце 1979 года, и на него уже распространялась наценка, которую, то есть вот этот значок, он ставился для того, чтобы собирать деньги в Олимпийский комитет наш. И продукция, которая выходила с Олимпийской символикой, шло от нее отчисление какое-то там финансовое, небольшие денежки, но по копеечке я собиралась. Вот это вот с синим пятаком и с вот этой вот Олимпийской символикой, это считается первый пресс этого альбома. Но я должен вам показать по-настоящему именно первый пресс этого альбома, поскольку было еще перед этим вот такое вот уникальное издание без Олимпийской символики. Вот если внимательно видите, здесь пятак весь на английском языке. Как выяснилось позже, этот тираж первый, как бы вот этот по-настоящему первый, можно сказать нулевой тираж, я не знаю. В советское время была такая компания, которая называлась, точнее это не компания, наверное, министерство в целом, называлась Внешпосыл Торг. И вот в 1979 году Внешпосыл Торг перед Олимпиадой решил выпустить несколько изданий советских пластинок, преимущественно это были джазовые записи, ну и классика, соответственно, которая бы имела интерес и спрос за рубежом. И вот как рассказывал Алексей Семенович Козлов в нашей частной беседе с ним, он говорит, что один его товарищ, дипломат, в Праге, в музыкальном магазине, натолкнулся на эту пластинку, которая стояла в продаже. Но поскольку наши дипломаты были далеко не высокооплачиваемыми людьми и экономили каждую копейку, он как бы эту пластинку не купил. Но приехал и рассказал Козлову о том, что он видел эту пластинку в продаже. На что Алексей Семенович ему сказал, ну как тебе не стыдно, если бы эта пластинка вышла, это было бы уже известно всем. И вот только спустя долгое-долгое время, когда благодаря моим большим друзьям Сашу Фролову и Игорю Ворончуку эта пластинка оказалась у нас в руках, и это их был дар Алексею Семеновичу Козлову. Я принес Козлову, и он говорит, представляете, Коля, как все произошло. Вот оказывается, эта пластинка действительно была, это была тираж, была выпущена, был этот тираж, а я думал, что это мой товарищ, просто чтобы приятно мне было, рассказал эту вот историю, что он это видел в продаже в Чехословакии, тогдашней Чехословакии, в городе Праге, которая была столицей Чехословакии. Именно первый альбом ансамбля «Арсенал», его количество выпущенных экземпляров посчитать практически невозможно. В моей коллекции находится, по-моему, штук 12 или 13 разных изданий. Вот это вот, видите, это тоже первый «Арсенал». Вот уже у него другая обложка, другой задник, если мы видим вот эту пластинку, видите? Это уже выпуск «Апрелевского» завода. И здесь, что интересно, на каждой пластинке сзади стоит заказ типографии, которая вот, вот этот альбом был выпущен, например, тиражом 50 тысяч экземпляров, а вот этот альбом, судя по тому, как был выпущен, 10 тысяч экземпляров. И это все первый «Арсенал». Потом, чуть позже, он вышел вот в таком вот виде. Это тоже первый «Арсенал», 2300 экземпляров. А вот здесь, например, ошибочно указано, что фонограмма 79-го года. Хотя это одно и то же издание. Вот это вот тоже ленинградское издание. Оно уже вышло в тиражом 15 тысяч экземпляров. То есть это все первый «Арсенал». Были еще и вот такие смехотворные издания. Вот это тоже первый «Арсенал». Тут уже без какого-либо указания, сколько, какой тираж. Но, тем не менее, вот видите, здесь тоже ошибочно написано, что... Здесь написано, что запись была сделана в январе 77-го года во время гастроли «Арсенал» в Риге, в описании. А копирайт стоит 79-го года. И написано «Всесоюзная фирма грамзаписи» запись 79-го года». Ну, вот так у нас относились, так сказать, к правдивости информации того, что выпускалось на весь Советский Союз. Следующая запись ансамбля «Арсенал» появилась на пластинке «Джаз-78» по страницам 6-го московского фестиваля советской джазовой музыки. Вот этот один из конвертов. Я точно знаю, что были и другие конверты у этой пластинки, у этого издания 100%. Значит, на этой пластинке собраны три коллектива, на тот момент представляющие джаз-роковую сцену страны. Это джаз-ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова, ансамбль под управлением Игоря Кушенко с потрясающим виброфонистом Леонидом Гарином и ансамбль «Арсенал». Вот ансамбль «Арсенал» на этих записях, сделанных в киноконцертном зале Варшавы в 1978 году, играет два произведения. Одно – это композиция на тему русской народной песни «Как при вечоре» в обработке Алексея Козлова. И тут написано так – «Корни лотоса, индийская мелодия, обработка Махавишну». На самом деле, это композиция «Лотус Руц», «Корни лотоса», которая вышла на двух пластинках. На пластинке коллектива «Махавишну Окестр» на их живом альбоме. И на пластинке другого проекта, созданного Джоном Маклафлином Махавишну вместе с индийскими музыкантами, который назывался «Шакти». Так что оригинал этого произведения вы можете послушать, скажем, в том исполнении. Но «Арсенал» настолько красиво, на мой взгляд, сделал свою вариацию вот этого произведения, что она одно время даже была их визитной карточкой. До появления легендарной ностальгии, композиция «Корни лотоса» была их визитной карточкой. И как ее только не называли – «Цветки лотоса», я не знаю, там… Ну, в общем, все, что связано с лотосом, прибавляйте любые экзотические слова, и это будет правда. Итак, это 1978 год, вторая пластинка с записью Московского фестиваля джазовой музыки. На сегодня у нас все. Это был «Бегник», «Винил», «Частная коллекция». До новых встреч!